В Нижегородской области заказное убийство своими силами раскрыли родные жертвы. Несколько дней они прочесывали район в поисках киллера, вышли на его след, а попутно вычислили и заказчика этого коварного преступления. В итоге удалось раскрыть всю схему до мельчайших деталей, узнать даже цену заказа. Всего лишь 500 рублей. Кто согласился исполнить покушение за такие деньги, кто платил и за что, покажет наш корреспондент Виктория Крюкова. Юлия Стрежнева бьется в истерике, плачет, закрывает лицо руками. Ей рассказали, что ее любимца пытались убить. У меня ребенок тоже не спал, говорит, мама, где он? Юлия вспоминает накануне, они вместе гуляли и бродили по улицам, а потом Чарли убежал домой, больше не вернулся. Вышел, смотрю, здесь у нас кран. У меня женщина-соседка была. Ну, что-то такое. Дрожащим голосом Юлия говорит, не подумала, что у подъезда кровь Чарли. Недалеко отсюда пса заметили прохожие, он лежал на земле. На теле были глубокие раны. В районе лба, головы, глаз, носа, правая лапа у нее была изранена. Собаку отвезли к ветеринару, а местные жители принялись искать живодера. Быстро нашли свидетелей расправы, которая была больше похожа на казнь. Перед ней несчастного пса привязали к забору. Мужчина наносил собаке ножевые удары, после чего собачка убежала в ЖК. К дому своей хозяйки Юлии Стрежневой. Как выяснилось позже, ее племянница тоже стала свидетелем казни. Я видела мужчину 50 лет. То, что он ее ножом пырнул. Подозрение пало на Сергея Грекова. Он уверяет, очень любит животных. Никогда бы не поднял руку на беззащитного пса. Вот меня сколько раз спутают с каким-то мужиком, похожим на меня. Но племянница хозяйки собаки Сергея опознала. Наконец, нашла в себе силы озвучить страшную правду. Убийство питомца заказали. Сделала это ее тетя. Ей не нужна была то, что он кусается, кидается на нее, на ребенка. И она ему попросила, говорит, куда-нибудь отведи его, убей. Но киллер не довел дело до конца. Собака осталась жива. И Сергея Грекова это искренне ранит. Теперь он сам больше не скрывает. Наоборот, будто хвалится. Он профессиональный наемник убийцы домашних животных. И свиней убиваю, и кошку убиваю, и куриц, и кроликов. За убийство Чарли его хозяйка предложила 500 рублей. Киллер засомневался, пожалел пса. Даже хотел отказаться. Но, говорит, пойти на дело вынудили обстоятельства. Мне нужно было с утра похмелиться, и я у нее взял эти 500 рублей. Соответственно, я обязан сделать дело. Но не сделал. Теперь будто бы для того, чтобы оправдаться, соглашается прийти на место неудачной казни. И рассказать леденящие кровь подробности. Я ее привязала и ушла. Я ее стукнул два раза по голове. И она сорвалась и убежала. Хозяйка Чарли продолжает отпираться. Понимает, что ей не верят. И, наконец-то, тоже говорит страшную правду. Я на смерть потащил. Потащили на смерть? Да. Вам не жалко было? Жалко. А зачем тогда вы это сделали? Не знаю. Юлия Стрежнева вновь готова заплакать. Но слезами тут не поможешь. Зоозащитники написали заявление в полицию. Требуют наказать не только киллера, но и заказчицу. Полицейские уже начали проверку. А чудом спасшийся от казни Чарли у волонтеров уже идет на поправку. Виктория Крюкова, Любовь Рязанцева. Экстренный вызов. Приняли данного писателя.